Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Россия наращивает темпы строительства боевых беспилотных летательных аппаратов. В минувший вторник президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Министерства обороны и предприятий военно-промышленного комплекса, на котором осуждалось о развитии боевой беспилотной авиации. По мнению российского лидера, совершенствование беспилотных летательных аппаратов и внедрение новых технологий, основанных на работе искусственного интеллекта, является одной из приоритетных задач российского военного ведомства. Несмотря на то, что в советский период наша военная промышленность занимала лидирующие позиции в разработке реактивных беспилотных летательных аппаратов, с развалом СССР финансирование данного направления полностью прекратилось. Перекратилась работа и над рядом перспективных проектов. Негативные последствия этих процессов наступили спустя 20 лет. В ночь с 5 на 6 января 2018 года наша сирийская военная база Хмеймим и пункт материально-технического снабжения военно-морского флота в Тартусе были атакованы с воздуха 13 боевыми беспилотниками, оснащенными авиабомбами. Российским комплексом ПО удалось отбить нападение всех дронов, но выводы после той ночной атаки были сделаны. Спустя прошедшие с того момента 3,5 года российская военная промышленность создала свыше 2000 боевых летательных аппаратов, которые уже сама Россия успешно применяет при выполнении боевых операций в Сирии за счет активного использования беспилотников, имеющих большую продолжительность полетов. Российским инженерам за относительно короткий срок удалось не только сократить отставание в разработке дронов, но и выйти на передовые позиции в данной сфере. В настоящее время Россия является лидером в разработке тяжелых боевых летательных аппаратов стратегического назначения, которые придут со временем на смену истребителям последнего поколения. В разработке новых беспилотников Россия, по мнению Владимира Путина, должна применять самые передовые технологии. Недавно на вооружение российской армии поступили тяжелые беспилотники и находятся, размах крыла которого достигает 16 метров. Данный беспилотник способен поднять воздух ракеты весом в 300 килограмм. Он оснащен новыми ударными системами. Наконец, на завершающей стадии находится разработка тяжелого реактивного беспилотника «Охотник», который будет иметь уникальные летные характеристики и будет способен действовать как вместе с авиационными группами истребителей, так и самостоятельно. В завершение отмечу, что параллельно процессам создания беспилотных аппаратов совершенствуется и система ПВО для борьбы с ними, а также разрабатывается новая система радиолокационного дозора. Субтитры создавал DimaTorzok